МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одна неудача следовала за другой. 3 июля 1970 года взрыв полностью разрушил стартовый комплекс. Мы очень хотели быть первыми на Луне, но история распорядилась по-своему. Мы это все проиграли не потому, что мы не умели это делать, а потому что была и нерасторопность, и безответственность. Мы все имели. Мы подошли. Мы могли облететь Луну раньше, чем американцы на полгода. А для нас это было так обидно, думаю, столько мы потратили времени. Вот же это все было, вот оно рядышком. И не пошло. Пока мы дорабатывали ракету и восстанавливали стартовую позицию, американцы успели четырежды побывать на поверхности Луны. Впрочем, существует мнение, что американцы вообще на Луну не высаживались. А вместо реальных кино и фотосъемок предъявили миру глянцевые подделки павильонного происхождения. Вот много шума было, и, к сожалению, началось это через 25 лет после одного поколения в Америке, когда вот те, кто хочет себя прославить, значит, решили обвинить, что это не было такого полета. Стали говорить, что съемки содержат очевидные несуразности, как, например, объяснить трепещущий флаг на Луне, где нет атмосферы, а где следы от раздувания пыли во время посадки лунного модуля. И вроде бы не все ладно на снимках с освещением и тенями. Да и характер передвижения астронавтов якобы не соответствует лунному тяготению. Да, на первый взгляд, такие, казалось бы, нелепости налицо. Однако только на первый взгляд. При более детальном и профессиональном анализе все находят свое объяснение. И флаг, который в условиях вакуума будет долго и сильно колебаться от малейшего прикасания к древку. И крестики на снимках, странным образом прячущиеся за скафандры. Они просто засвечены из-за дифракции света и химических особенностей фотопленки. Разобрались и со слишком четкими следами на лунной поверхности. Нет, они оставлены не на мокром песке. Просто лунный грунт из-за отсутствия окисной пленки имеет необычную для земных условий слипаемость. Получили объяснение и размеры Земли на лунных снимках. Нашлись и следы от раздувания пыли под посадочным двигателем. Ничего странного нет и в движении телекамеры, отслеживающей старт с лунной поверхности. Просто она управлялась с Земли. Добавим к этому, что за передачами с Аполлона следили не только американские, но и советские станции дальней космической связи. А они подтвердили, радио и телевизионные передачи шли со стороны Луны. Работал и лазерный отражатель, оставленный на лунной поверхности. И, наконец, очень схожими оказались образцы лунных пород, доставленные на Землю американцами и советскими автоматическими станциями. Нет, все говорит о том, что американцы на Луне были. К концу 1972 года на Луне побывали 12 американских астронавтов. Они провели на лунной поверхности целых 80 часов и доставили на Землю почти 400 килограммов скальных пород и грунта. Четырехколесные электромобили-роверы значительно расширили радиус исследований. Астронавты проехали на них в общей сложности больше 100 километров. А впереди еще более захватывающие планы. Уже заявлены полеты Аполлонов под номерами 18, 19 и 20. Все готово. Люди, техника, ракеты. Объявлены места посадок. И вдруг НАСА объявляет о прекращении дальнейших полетов. Это решение было громом среди ясного неба. Недоумевали все. Как так? На самом интересном месте. Странное решение объяснили чрезмерные дороговизны проекта. Деньги, конечно, огромные. Десятки миллиардов долларов. Но ведь основная масса их уже потрачена. И все уже есть. Полигоны, ракеты, лаборатории. Астронавты, обученные. Осталось отправить на Луну три корабля. А это сущие крохи. И каждый полет стоит не больше цены одного бомбардировщика. И вдруг, когда настало время получать главные дивигенды, все останавливается. Быть может, дело здесь не только в деньгах. Уже после первых полетов на Луну возникло ощущение, что широкой публике что-то недоговаривают. Основания для таких подозрений были. В каждое слово переговоров астронавтов с Центром управления полетами вслушивались тысячи радиолюбителей. И услышали немало интересного. Например, то, что в течение двух дней Аполлон-11 сопровождали неопознанные летающие объекты. Астронавт Эдвин Олдрен на 16-миллиметровую кинопленку цветную снял четыре фрагмента такой встречи. На одной из них два разные по диаметру неопознанных летающих объекта как бы, соединяясь, шли один навстречу другому. Затем возникла некая струя то ли газа, то ли жидкости в нашем понимании. И один объект стал уходить вверх. А затем они снова соединились вместе. И все эти вот экзерсисы, они попали на кинопленку. Непонятно, зачем они это скрывали. Поскольку, если это реальное природное явление, не связанное ни с оборонными программами, ни с зелеными человечеками, скрывать смысла нет. Если это что-то другое, тогда да. Ситуация несколько прояснилась спустя два десятилетия. Когда Международная уфологическая организация ИКУФОН направила руководителям ведущих мировых держав меморандум. В нем приводилось письмо помощника Нила Армстронга, командира первой лунной экспедиции. Вот выдержка из него. Когда посадочный модуль стал снижаться, три НЛО диаметром 15-30 метров прилунились на краю кратера. Если это соответствует действительности, то становятся понятными странные переговоры астронавтов с Центром управления на запасных частотах. Их перехватили радиолюбители Австралии и Швейцарии сразу после посадки экипажа на лунную поверхность. Через 10 лет один из создателей радиоаппаратуры для лунных экспедиций Морис Шатлен признался, что лично был свидетелем этого сеанса радиосвязи. В нем Армстронг говорил о чужих космических кораблях, расположившихся на краю кратера. Затем передача возобновилась по основному каналу, который прослушивали уже тысячи радиолюбителей. Ее вел Эдвин Олдрин, успевший взять себя в руки. Недалеко от посадочного модуля находятся отдельные блоки, которые светятся. Мало цвета, но некоторые каменные блоки могут его создавать внутри. Судя по всему, это был условный код, который, впрочем, хорошо понимали в Центре управления полетами. Эти переговоры американские астронавты принципиально не комментируют. Неофициально, правда, командир Аполлона-11 якобы как-то признался. Кое-что видели. Однако от прямого ответа ушел. Мы тоже давали подписку. И это правда. Почти все астронавты были офицерами ВВС, и стало быть, на них распространялись циркуляры военного ведомства. В том числе и тот, в котором, прямо говорится, разглашение любых сведений об НЛО военнослужащими подпадает под действие закона о шпионаже, что влечет за собой до 10 лет тюрьмы и 10 тысяч долларов штрафа. И астронавты молчали. Хотя чуть ли не каждый их полет, начиная с самых первых пилотируемых кораблей, сопровождался неопознанными объектами. Это не афишировалось, но и не отрицалось. Осенью 1973 года начальник отдела информации НАСА Дома Альцистра сделал официальное заявление. Во время пилотируемых полетов по программе Аполлон астронавты наблюдали объекты, происхождение которых трудно объяснить. После окончания лунной эпопеи Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства призналось, что примерно 25 астронавтов во время полетов видели неопознанные летающие объекты. Два неизвестных светящихся объекта сопровождали Аполлон-12. В мощные телескопы нескольких обсерваторий было видно, что один объект идет позади корабля, другой впереди. И оба мигали огнями. Астронавты их тоже заметили, о чем немедленно доложили в Центр управления полетами. А немного погодя добавили, ладно, будем считать их дружественными объектами. Вообще говоря, трасса Земля-Луна не такая уж пустынная, как принято считать. И в НАСА об этом наверняка знали, ведь еще за 10 лет до первой лунной экспедиции американский астроном Джесс Уилсон через телескоп сделал загадочную фотографию. На ней хорошо была видна цепочка из 34 ярких объектов, протянувшихся к Луне. Тогда эксперты перебрали множество гипотез, но в разумительного объяснения таинственной цепочки так и не нашли. В первый полет взяли с собой капсулу, в первый полет астронавтов на Луну, капсулу, в которой была заключена табличка, на которой электролитическим способом на 74 языках было нанесено обращение к гипотетическим неземным цивилизациям, включены выдержки из декларации прав человека, из кодекса космической и воздушной навигации, даны радиопозывные американского президента и НАСА, то есть вот такое обращение там было оставлено. Получается, что работники НАСА не исключали возможность контакта с внеземными цивилизациями. А может, точно знали, что суются в чужой монастырь? Часть третья. Чужие. НАСА еще до экспедиции Аполлонов было прекрасно осведомлено о загадочных явлениях на Луне. Более того, призывало объединить усилия для исследования лунных феноменов. Для участия в проекте под кодовым названием «Лунное сияние» в 1965 году приглашались все желающие. К работе были привлечены 16 обсерваторий, а также астрономы и физики высокой квалификации. В основном профессуры Военно-морской академии США. В 1968 году НАСА опубликовало перечень загадочных происшествий на Луне. Он называется «Хронологический каталог сообщений о лунных событиях». Технический рапорт 277. В числе 579 лунных феноменов были названы движущиеся светящиеся объекты, цветные траншеи, удлиняющиеся со скоростью 6 км в час, гигантские купола, меняющие свою окраску, геометрические фигуры, исчезающие кратеры и прочие наблюдения, не нашедшие объяснений. Вот как могла выглядеть Луна, если бы ее загадочные огни засверкали одновременно. Космические аппараты позволили получить более детальные снимки этих феноменов. На фотографии хорошо видны странные свечения и объекты непонятного происхождения. Специалисты НАСА их внимательно изучали. Выделили 186 вот этих аномалий непонятных, определили 29 мест, где интенсивность этих аномалий проявлялась наиболее ярко. И все равно эпопея с Аполлонами состоялась. Несмотря на тревожную, казалось бы, обстановку, это были полеты в незнаемой. Экспедиции Аполлона подсняли немало загадочных. Это и неизвестный объект цилиндрической формы, длиной около 15 километров над морем изобилия. И непонятные светящиеся сигары, зависшие рядом с лунным кратером. И полеты неопознанных объектов над Луной и в ее окрестностях. В апреле 1970 года интересные снимки сделали астронавты драматической экспедиции Аполлона-13. На двух последовательных кадрах хорошо видно движение объекта, пролетающего над Луной. На других – НЛО, приближавшиеся к кораблю. Полеты неопознанных светящихся объектов снимали и другие экспедиции Аполлона. Не менее загадочными были и яркие вспышки на Луне. Некоторые из них высвечивали кратеры размерами с Москву. Объяснений этим вспышкам пока нет. Продолжение следует...